В вашей работе есть вообще открытые данные? Вы сталкиваетесь с открытыми данными людей и с какими сложностями вы сталкиваетесь в связи с открытыми данными? Все, что есть в нашей работе, это непрерывная борьба с закрытостью тех или иных данных. Первое, ну пропадает человек. Первое, что мы делаем, мы должны выяснить в разговоре с родственниками про него все, что они знают, чтобы понять, как искать, чтобы построить схему поиска и понять, где искать. Предположим, пропадает ребенок, ему 10 лет, у него есть какие-то точки привязки, его интересует вот это, у него вот такое увлечение, он любит кататься на коньках, ходить на эту горку, вот сюда он ходит играть в теннис и так далее. знает вот этот маршрут, эти станции метро, более-менее понимает, помнит мамин мобильный телефон, у него есть свой мобильный телефон, нам надо посмотреть, во что он играет на компьютере, чем он интересуется в планшете и так далее. Есть закон, который называется закон о персональных данных, но слава богу, в этом законе есть сноска, которая говорит о том, что в случае, если мы сталкиваемся с угрозой жизни, то не надо нам согласия людей на обработку персонального, это важно. Ну, понятно, что в том примере, который я привел, у нас есть мама, которая отвечает за ребенка, и она согласна со всем, но бывают ситуации, когда мы ищем непосредственно самого взрослого, и для того, чтобы этого взрослого найти, нам, естественно, нужно вот эта защита закона, она у нас есть, то есть мы можем работать с персональными данными, и это написано в законе. Есть угроза жизни, не нужно никакого согласия. Первый момент. Второй момент. Представим себе человека, который пропал с мобильным телефоном в городе, и, предположим, у него диабет, который может очень быстро дойти до состояния диабетической кома. Его надо найти прямо сейчас. А та же ситуация с инсультом. У него в кармане есть мобильный телефон, но мы не можем с вами выяснить, где именно находится этот мобильный телефон. Это неоткрытые данные, даже в том случае, если у нас угроза жизни. Это серьезная проблема в законе. При том, что технически мы можем выяснить, где находится телефон, и в лесу, и в городе, и так далее. Имеется в виду, что сеть GSM устроена таким образом, что мы можем определить местоположение телефона. В городе очень точно, за городом, с достаточной точностью для того, чтобы мы могли начать поисковое мероприятие и спасти большую часть людей, которые в этом нуждаются. А так у нас только за декабрь 8 ненайденных людей, которые звонили и просили о помощи. Ну, ненайденных или найденных поздно, когда не успели.